Значит, никто не задонатил это видео, я его просто хочу посмотреть. Большое спасибо мне за то, что я такой замечательный. Ну, давайте спасибо еще Мелфису, потому что он вкинул просто донат на стрим без видоса. Будем считать, что это он из донат. Вот. Все. Умеет ли играть на гитаре Игорь Кущев из группы Сектор Газа? Я, кстати, мне нравятся, наверное, две или три песни у Сектор Газа. Еще раз всех приветствую. Ну что ж, сегодня у нас свежайший выпуск в рубрике Умеет ли. Сегодня весьма необычный гость. Это Игорь Кущев из группы Сектор Газа. Буквально недавно на стриме мне кидали видос с ним. И, собственно говоря, я решил снять полноценный Умеет ли. Касатель стримов, не забываем, пожалуйста, заходить, потому что сейчас они проходят обычно по понедельникам, средам и субботам. И, в общем, активно поддерживаем канал лайкосами, комментариями. И, конечно же, подпиской на Бусти, на Яндекс.Дзен, Телеграм-канал и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, помним, да? Я, кстати, впервые хотя бы узнал вообще примерное расписание стримов. Расписание стримов. Ладно, что дальше? Фирменный мерч уже доступен, поэтому, как говорится, я, мы Хэммит, будем в этом плане одинаковые. Написали ноль песен в составе группы Металлика. Ну и там много других разных уже мемов. И потом, естественно, модельный ряд будет расширяться. Также помним, да, что промокод Вегетарист работает прекрасно в магазинах Stronkeru, Pedalzu и Zaroom. И, конечно же, скоро уже будет запущено в серию именная модель моих датчиков Fokin. Fokin Imperator. Ну что ж, Лакутия. Просто жесть вообще. Как же. У меня иногда ощущение, что просто Фред все делает, чтобы там вот... Видео снято для вот потенциального Мухтара, чтобы у него жопа сгорела просто максимально. А тут вот прям... Потому что как же троллят просто, я не знаю, он понимает это или нет. Да, мы поступаем на сбору. Поехали. Прежде чем мы начнем, хотел бы напомнить вам, чтобы вы активно подписывались на платформу Boosty, потому что здесь будет много разного эксклюзивного... У меня тоже такое есть. И там есть рубрика «Колхозное сведение» у меня. И помимо того, что там еще ранний доступ к некоторым реакциям, некоторые, так сказать, эксклюзивные штуки, которые на YouTube выложить нельзя, потому что авторские права. Ну, например, там разборы альбомов кое-каких там имеют место быть, присутствовать, еще какие-то штуки. Вот, пожалуйста, заходим, смотрим. Тоже подписоливаемся, потому что у меня тоже с монетизацией добрый вечер. Контент, видите, есть уже непосредственно для подписчиков обучающие видео. В том числе был разбор полной песни «Рубеж». Ну и, конечно же, умеет Лина Тома Морелла. То есть тоже было все подробно. У меня сколько интересно. Разобрано, видите, на 15 минут технические такие нюансы. Ну, там слышно. Как он там, чего умеет, не умеет. Поэтому, в общем, здесь умеет подписаться от 150 рублей в месяц, то есть копеечная сумма. И, в общем, можно смело мой канал активно поддерживать. Всем здоровья. Всем рада вам. Что касается материала подходящего для уме... Типа, даже я сделал 200. То есть я так рассчитал, посмотрел, типа, медианное, короче, значение, там, средних жоп, типа, своих донатеров. И прикинул, что 200 рублей самая топовая сумма вообще, вот для меня. Тут вообще 150. Я пока что очень нищ. Не могу ни на Леху, ни на Юрия Петровича подписаться. Пока позволить себе. Но как только так сразу. На бусте, тем более, патреон говно, бусте вообще балдежная тема. Очень здорово. То есть есть целая видеошкола большая, она час лишним. Есть разные посиделки, интервьюшки и так далее. В общем, нам хватит для того, чтобы сделать полностью безошибочный вывод до качества игры. Касательно «Сектор Газа», я лично активно слушал где-то лет, наверное, 14, 15, 16. Ну, тогда, я думаю, вообще вся страна буквально слушала. Это вот как раз конец 90, начало 2000-х. И была реально такая культовая группа, но я думаю, что никто ее особо не воспринимает. Вот, пишут, что он 3-4 типа альбома из 18 «Секторовских» записал. Какие, кстати, вопросы, я не знаю. Давайте заценим. То есть это зависит от того, какие. Гитарист первого состава группы «Сектор Газа». Колхозный панк. Ядрё на вошь. Ну, то есть, короче, вопрос в том, насколько это вообще культовая, не культовая альбома и так далее. Ну, тут опять же, я не знаю, можно ли считать? Можно. Как бы, конечно, можно. Типа, был непосредственным участником. Долгое время достаточно. Ну, интересно, какие есть песни с его участием. Кто-то из гитаристов «Сектор Газа», я просто мало разбираюсь в составе, кто-то точно был прямо очень хорош. Не знаю, насколько как бы по Юрию Петровичу, да, по Фреду хорош, что есть в плане там гвоздей, высекания и всего такого, но там слышно, например, в альбоме с коверами, что музыканты очень неплохо по меркам там ещё и Советского Союза, ну, или постсоветского Союза, неважно, очень неплохо разбирались вообще, очень неплохо шарили, на удивление. Я снимал как группу именно такую, типа, там, с виртуозами и так далее, потому что слышно было даже, что на студийке вокал там мимо ноты и так далее, и так далее. Но, тем не менее, статус был группой весьма культовый, народный, скажем так. Ну, давайте посмотрим по гитаристу. Ну, там как мимо нот, то есть, короче, я не знаю, это специально сделанная, как мне кажется, манера такая. То есть, я не говорю, что, короче, Клинских супер-вокалист, и если дать ему какую-то там нормальную песню, он очень классно её споёт обязательно. То есть, скорее всего, если вот было бы, умеет ли в плане вокалистов, и умеет ли на Клинских, ну, наверное, то, как Фред смотрит, он петь не умеет. Но у него есть вот такой прикол, что он, он, скорее всего, это понимает, что он не умеет петь, как петь, но он нашёл из того, на что он способен, как выдать тот звук, который подходит, какой жанр себе подобрать, чтобы это всё было круто и канонично. То есть, в том жанре, в котором «Сектор газа» играли, тот вокал, который Юра Хой выдавал, он заебись подходит. Вот мне кажется, это очень большая удача такое найти. То есть, например, взять всё-таки Кирка Хэммета, да, того же самого пресловутого, который написал ноль песню в составе Металлика. То, как он играет, на самом деле не подходит жанру и песням группы Металлика. То есть, он прям, ну, даже по меркам Металлики играет плохо. В моём представлении, например, Джерри Кантрол из «Аллис и Чейнс», да, он типа как гитарист, ну, судя по всему, потому как он там квинты играет и как он там, не знаю, стружка-не стружка, ну, да, наверное, сломоват. Но, по крайней мере, он нашёл звучание и жанр, в котором это ок. То же самое можно, например, про гитаристов сказать, типа «Кроу Бар», вот такое. Как бы умеют ли они нормально там нагвоздить квинтно, играть какой-то Металл, который требует именно такого звучания? Нет. Но они додумались играть в сладж, в котором, как бы, их неумение игры как раз это то, что нужно. То есть, это тоже неплохой, неплохой вариант для слабых гитаристов, просто не лезть туда, куда ты не справляешься, а играть в жанре, который тебе подходит. Ну, как бы, Керри Кинга, Керри Хэмми, там, Слэш, они именно вот, они наиболее потешны именно тем, что они пытаются вот именно вот, как бы, не знаю, в своих самых слабых местах работать. Вот примерно так. Ну, мне кажется, так. Ну, ни хрена себе здесь высекалово. То есть, видите, с палмютом по тонким струнам, я, помните, снимал целый видос отдельно учебный, что-то весьма простая штука. Вот, короче, я ни одну песню, вот, я, ну, не знаю, какие из песен Сектора Газа из тех, которые я слышал, записанные вот с этим, значит, первым гитаристом. Но в целом, да, короче, тут весь такой прикол и абсурд Сектора Газа, что кажется, что это какая-то вот всё ботва и, там, как колхозный панк. А в колхозном панке там гитаристы ой-ой-ой вообще были какие. То есть, в каких-то песнях точно я прям помню, что там, это, любой металист позавидовал бы вообще такой игре. Ну, вот реально, вот из этих первых альбомов, которые именно с ним были вот записаны, я, ну, может, только Вальпургиева Ночь, вот что-то знакомое вроде название, но так я толком ничего не знаю. Вот у меня такое ощущение, что следующий гитарист, который уже там был, там, видимо, Жернов был почти всю дорогу некий. Вот он вроде как тоже хорош, но не знаю, честно, не знаю, насколько по фреду, но, судя по всему, все песни, которые знаю я, они были вот с этим уже гитаристом. И там вроде что-то было тоже очень неплохо. Потом помню, что какой-то хейтер завелся, снял, типа, ответ на видос, и говорит, типа, вот, что он там несет, что это непросто, вот я сейчас покажу, это просто, и, естественно, максимально активно наполнил свои ретузики. То есть, на самом деле, штука весьма непростая, то есть, нормально высекать по тонким струнам, и еще при этом запомнючивать, и здесь человек более чем справился. Моисей Великанов пошел вот по этому пути, который я расписал. То есть, Моисей Великанов особо не лезет в металл. Вот так, да? И поэтому Моисей Великанов играет средненько, лучше Хэммитона, но в целом так, так, сойдет. Но, по крайней мере, как бы, не лезет в те жанры металлов, в которых требуется высекание. Я думаю, что любой человек, у которого есть какое-то понимание гитары, понимает, да, что никакой там Мостейн, слэш, Хэммит, какой-нибудь там, Попов из Арии, такое даже близко не вывезут. Если бы Мостейн пытался бы такой пассаж сыграть, это было бы, типа, у него бы обслонились все эти струны, было бы максимально жеванное звукоизлечение, просто ковыряние, чистка рыбы и так далее. А здесь реально прям сечь. То есть, уже прям дикий респектоз. Прям аплодисменты. Посмотрим еще, что есть. Хера там. Ну здесь, да, пассаж немножко заживала, по-худшему, немножко хаос произошел, но флажолет весьма как бы... Флажолет, вот я тоже как раз про это хотел сказать. Немного бы завысил, но, в принципе, эта вибрация была тоже вполне себе вменяема. Это не слыша Хэммиты. И ритм, да, общий держится неплохо. Тоже эти кварточки, как и все. Типа, да, вот вроде слушаешь, как будто есть что-то делать, но в целом сильно. Ну, как мне кажется. Ну, я, типа, не такой эксперт или не в том. Ну, я не фанат Металлики просто особо в целом. То есть, Металлика мне нравится какие-то там полторы самых попсовых песни. То есть, вот я слушал какие-то их альбомы, прям альбомами. Я многие рифы знаю или... Там, я могу не знать, как они называются, но если я его услышу, я скажу, а, это Металлика, я знаю этот риф. Вот, то есть, мне нравится, типа, там, Nothing Else Matters, Enter Sandman, Fate to Black, Unforgiven и Unforgiven Too. И вот, вообще-то, типа, того и все. Вот так я просто даже особо, ну, не помню, чтобы я прям слушался как-то или мог что-то такое конкретное рассказать про игру Бертона. Ну, был какой-то, типа, его трек, вот этот, Анестезия, Пулентив. Ну, он там сидит какие-то просто, типа, это... Трезвучие дрочит на дисторшене. Честно, по-моему, какая-то херобора была полная. То есть, наверное, по меркам, как бы, ого, басист, типа, играет что-то. Это, наверное, было круто, но... Вот, конкретно тот трек, просто как музыка, ну, вот, насколько я его помню, это была какая-то полная хуйня. Но, с другой стороны, мне в целом просто многое музыки... Многое музыка Металлики не близка, потому что это просто, типа... Ну, для меня, вот, почему она мне, там, не нравилась в детстве. Мало, типа, мелодичного чего-то. То есть, какие-то упражнения постоянно, типа... То есть, даже мелодичные их песни, это всё равно, там... Как будто какие-то простые упражнения, этюдики, там и пошла эта хроматика, типа, и так далее то есть металлика это такая как бы ну и в целом как бы жанр этот такой, вот трэш метал и что-то вот наподобие у них как бы немного такой своеобразный подход к музыке в целом то есть они как-то там то есть что-то вот так выиграют и чуть по-другому вообще в целом мыслят на тему того как что играется на гитаре и как там придумываются песни и так далее то есть скорее всего гоняет какие-то просто упражнения, такой, о, вот это прикольно сделаю из этого песню у меня все-таки бывает, что выборноты там вот эти вот всякие штуки, я думал, что вы секатель, а вы барнот вот и мне просто металлика особо ну не была близка никогда если честно то есть Клифф Бёртон странную херню играл но с другой стороны для меня вся металлика странная херня темнообразно его поливает и видно, что это работает все именно так, как должно теперь долго жива мысль четкие удары никаких маховиков то есть я думаю, все прекрасно понимают да, что если, допустим, знаю Хэммит пытается сделать просто обычный пуллов у него там все это вот так вот расшатывается все улетает все пальцы барэш и так далее то есть филигранная четко аккуратненькая работка то есть здорово бенды фальшиваты и очень зря, конечно, пальцы вот так вот врят то есть опять же напомню, да что когда делается вибратор вот так вот все время будет лезть срач поэтому указательно закидывается обязательно повыше и таким образом он срач убирает то есть, ну, вот эти вот мелкие недоработки у него можно убрать в принципе за неделю то есть это достаточно быстро лечится то есть, да, видите то есть в некоторых моментах прям буквально Гилбард, да то есть видно по руке, как она работает то есть все именно вот эти все пассажи четненькие получается реально с поливами, да то есть какие-то пентонические всякие замесики то есть и оно все прям плотненько с подачей то есть опять же все вот эти вот молчановы, да у которых мыши зерно воруют они в них вот этого урока нет они когда играют у них все какое-то умирающее, да здесь человек, он играет прям с искрой, да то есть у него прям есть это понимание, да как гитара должна звучать как она прям должна именно искрить то есть все пассажи должны там из нее литься элегантные поливчики всякие и так далее то есть у него-то тут видно, что техника вполне себе поставлена причем он скажем так не похож на задрота, да то есть обычно говорят типа, вот там ботаники задроты сидят он свои чочки поправляет и по 20 часов там умирает с гитары пока нормальные рокеры тусят я думаю, что он натусил нормально то есть по видео, конечно, прошу прощения может это не так но выглядит как человек весьма бухающий, да как бы и тусящий но каким-то образом, видите он умудрился при этом развить неплохой скилл а я объясню здесь дело в том, что, во-первых общий слух, общий стержень да, какая-то тут, можно сказать определенная сила воли гитарный интеллект и тут вот именно когда в человеке есть этот рок, искра она вот как бы помогает ему продвигаться нормально а все эти вот слэши мастейны все, которые типа, типа злые но по факту они вообще как бы то есть по ним видно, что они прям дряблые все эти интервью когда сидит Хэммит как-то так ну мы все это тоже много-много раз видели а здесь человек просто их умывает именно полностью берет вот так вот и вот так их просто размазывает вот этих супер там метальных виртуозов и так далее берет он переоценен здесь видно, что он сильно повторял ну думаю, возможно то есть на самом деле короче, да мне тоже кажется так опять же, видите вот такое звукоизлечение когда прямо такой вот именно тык-тык-тык горошек сыпется все, оно уже опять же всяким слэшим и прочим не светится зато, например, знаете кто недооценен? басист Нирваны этот, Новоселик или Новоселич вот он люто недооценен очень хороший басист вот вот с прямой это будет звучать вот так да, то есть видите, все гидает то есть общее тут понимание даже, что ноты прям четенькие взрывные такие ну, бэнд фальшивый да, видите у нас интонирование конечно недоработки но вот это само понятие да, что он прям может ноту остановить нормально это уже прям вот хочется руку пожать потому что если не знаю постараться условно мастейн какую-то ноту остановить у него получится то есть он все он просто не понимает да, как взять ноту обычно перкуссивно потому что это тоже на самом деле целая наука допустим, берем эту ноту да, хотим ее нормально остановить обязательно нужна работа двух рук этот палец ослабляется эти пальцы накладываются правая рука аккуратно почему она должна не долбить да, не клевать как вот этот голубь какой-то уставший а именно оп и тогда получается паузы чистенькие опять же с Лэшем Хэммитом это просто неведомо я думаю, что они пытались как-то но просто у них подход типа да что там да почему и все и он прям мозг не проворачивается понять, что нужно вот здесь так заглушить так просто не вывозят ребята не тянут а здесь видите, человек понимает как это работает фанаметлы нетребовательные слушатели пишет Silent Blue не знаю слушай, на самом деле все-таки надо признать что металлика по меркам жанра трэш метал достаточно мелодичная и достаточно интересная я уж не знаю чем это обусловлено но но ну как бы все-таки что-то что-то есть такое другое еще скучнее для меня лично да, просто тут интонирование доработать и будет, конечно вполне себе неплохо и посмотрим видимо еще более свежее видео да, но здесь уже больше таких нестроев и видно что уже такое все было ну как бы стало более старческое уставшее какие-то там подмямкивают струны ненужные то есть все равно как бы да он по подаче понятно что слэш просто разрезан но как бы конечно это уже намного больше стала срач видите менее аккуратная игра да ну здесь уже конечно уровень сильно просел но я напомню важную вещь что все эти вот айоми пейджи и подобные эти всякие гитарные немощники они никогда не играли нормально у них не было какой-нибудь там допустим золотой недели когда они прям неделю играли круто а потом не знаю спились сдулись и так далее никогда ни одной ноты нормальной то есть нету айоми отсутствует парджи вы взял там ну просто нету потому что опять же я уже много раз объяснял про гитарный интеллект про силу воли про слух правда тут рок внутри у них он полностью отсутствует ну как бы не сложилось не получилось с них инструмент и может надо было чем другим заниматься но в общем с этим у них с игрой на гитаре не сложилось кто-то может сказать что какие-то культовые фигуры ну для вас может быть но в плане гитары это просто обычный вот то же самое что сколько песен написал господин Хэммитт в составе группы Металлика поэтому здесь господину Игору Кущеву респектос то есть это просто действительно я думаю что в то время мне кажется это был вообще шок да как часто бывает всякие фильмы китайские показывают когда не знаю там дедушка дряхлый к нему подходят какие-нибудь бычки и он просто там чувак-всёк-всёк всех раскидал вот это мне кажется то же самое типа чё это какие-то панки а тут чувак разберет и прям на умойся и все эти вот там металисты типа там какой-нибудь Попова-Холстилина они просто естественно падают низ потому что у них скилл игры намного-намного хуже чем вот у господина Игоря Куща какие-то легатные поливчики в духе коцина то есть всё прям чётенько быстро всякие тремоло прям мизинцем не как вот обычно народ там начинает вот это вот а всё прям аккуратненько филигранно поэтому в общем Респриктос есть недоработки есть проблемы с интонированием есть уже как бы уровень как бы под сдулся но напомню что когда человек хотя бы когда-то играл нормально это уже Респриктос всё он всем всё доказал и дальше он может расслабиться может не расслабляться тоже его дело но хотя бы уже был период когда он рубил круто а у всяких Айоми, Пейджи и так далее такого периода не было никогда ни одного дня ни одного часа ни одной секунды ничего не получилось так давайте досмотрим ну как это так господа в общем как обычно здесь была только правда были на гитаре поэтому подписывайтесь на первый гитарный канал и до скорой встречи лайкуйте скоро увидимся пока так там реклама музыкальной школы в общем-то стандартный формат ролика ну чё интересно вот это помните многие просили когда же уже будут позитивные умеют ли типа и так далее вот это оно и было вот мне интересно всё-таки насколько следующий уже гитарист сектора газа нормально он играет или нет опять же может быть кто-то там на стриме когда будет стрим закиньте следующего гитариста потому что я вот ранних песен судя по всему слушал достаточно мало и видимо я даже не знал что там было два разных гитариста я просто помню что всю дорогу у меня даже ещё какой-то один чел который тоже который мне показал как палмьютить вообще на гитаре то есть когда у меня там было лет 13 то есть только-только начинал он мне ещё тогда говорил то есть он тоже там металлик Линкен Парк ему там всё это нравилось послушать вот но он говорил что в секторе музыканты это вообще жесть просто это там все прям ну может кроме Хоя хотя Хоя тоже там ещё непонятно вот то есть Хоя как бы по-своему в другом немного крут но вот именно музыканты все там инструменталисты не знаю какие-то вокалистки приглашённые то есть там просто какой-то уровень на удивление невозможный для казалось бы такого комеди колхозного какого-то странного вот поп как это чего это вот такого такого панка вот ну вот скажем в моих проектах МВИПД Говнида и прочее как раз вот примерно то же самое пытаемся делать только в Говниде никто вживую не играет он там ну типа комедийный проект в котором всё здорово проработано МВИПД это вот тоже мне кажется комедийный проект в котором всё достаточно здорово проработано там без донального угнетения ну то есть просто чтобы знаете чтобы всем металюгам вот этим короче им было обидно что даже в группе типа Говнида песни круче написаны и составлены и даже группе там без донального угнетения всё не знаю лучше сделано сыграно и так далее чем у них в их серьёзных проектах вот такие дела и так далее Продолжение следует...